Меня зовут Никита, я представитель и сооснователь сообщества Modular UA вместе с Иваном Прокодичевым и сообщество Создали, которое пытается объединить людей, которые увлекаются модульным синтезом или же сочувствуют модульному синтезу, тем, кто им занимается в какой-то онлайн-группе. Всегда, когда при первом-любом общении на тему модульного синтеза, самый первый вопрос возникает у людей по поводу того, как же начать. И этот вопрос настолько часто повторяется, что я хотел как раз по этому поводу рассказать небольшую лекцию, просто предложить свое видение того момента, как можно начать, как это сделать подешевле, как это сделать пофункциональнее, как это сделать так, чтобы вам было удобно. Конечно, обычно в таких разговорах, я отвечаю, модульный синтез – это очень персонализированная тематика, поэтому вы открываете там соответствующие сайты, выбираете что-нибудь, и на этом можно было бы лекцию закончить. Но путь обычно, который человек проходит от заинтересованности тематикой, потом до продолжения, до реализации своего первого река, как раз лекция называется REC-01, он приблизительно похожий или одинаковый в большинстве случаев. Поэтому эта лекция как раз будет посвящена первому REC-у и как его можно сделать. Существует миллион масса форматов модульных синтезаторов, начиная от таких простых и базовых, как Евро-REC, и заканчивая чем-то экзотическим, например, как VR- серия 300. Короче, редкие, но очень хорошие. Я всегда говорю, что если вы уже заинтересовались модульными синтезаторами, то хорошо идти как раз в сторону Евро-REC. Почему? Потому что Евро-REC сейчас доступен. В последнее время, наверное, все заметили этот хайп небольшой, связанный с Евро-REC модулями и модульными синтезаторами. Сейчас в каждом видео, каждая студия стоит там модульный синтезатор. Что он делает, непонятно, что происходит, неизвестно, но почему-то это все используют, значит, что что-то хорошее в этом есть. Все в основном используют как раз Евро-REC по причине его доступности. Евро-REC на данный момент так исторически сложилось, что Евро-REC — это самый распространенный формат среди музыкантов и интересующихся людей. Второй параметр, почему именно Евро-REC, а не Bukhla, Beard, 5U или Freck-REC — это цена. Значит, все модули, которые в более экзотических форматах, обычно, такие как и Bukhla, Freck-REC, 5U, Modular, Synthesizer, SCOM — они все обычно стоят гораздо больше, гораздо больше, чем аналогичные модули в Евро-REC. Благодаря пониженной по отношению к другим форматам стоимости, очевидно, можно собрать более широкую и более подходящую вам систему. Эта цена тут, конечно же, имеет значение, особенно для нашей страны, прошу прощения. Значит, сообщество. Сообщество, благодаря доступности Евро-REC, сообщество тоже довольно широко. Даже вот, собственно, наше сообщество, модулы UA, объединяет уже порядка, сегодня сказали, 400 человек, которые так или иначе связаны или интересуются, или же занимаются модульными синтезаторами, что, я считаю, для Украины это очень приличное число, считая экзотичность предмета. Если говорить по мировому масштабе, есть такие формулы, как MAF-Wigler, где просто невероятное количество людей, которые занимаются как модульным синтезом, так и, в частности, Евро-REC. Поэтому сообщество и, соответственно, количество людей, которых вы можете спросить о тематике, гораздо более выше, чем, скажем, сообщество любителей буквы. DIY. Значит, DIY означает view-it-yourself. Сейчас, в последнее время, много модулей можно сделать своими руками. Выпускаются какие-то киты, какие-то наборы, из которых вы можете сами, используя базовые скиллы паяния, создать свой собственный модуль, и это будет гораздо дешевле. Для наших людей это очень неплохой выход и вариант, я считаю. На самом деле это не требует так много усилий, как может показаться, но у них какие-то технические знания должны быть. То есть из всего многообразия модулей, модульных синтезов, синтезаторов мы выбираем именно Евро-REC. Вот переходим, собственно, к первому вопросу. С чего же начать? Начать можно с трех путей, как я считаю. Значит, первый путь – это готовая система. Путь – это готовая система, если вы обладаете нужным количеством кэша. Это полумодульные синтезаторы. Кстати говоря, здесь сегодня у нас 20 синтезатор, который является полумодульным синтезатором. В принципе, совместим с Евро-REC форматом по управляющим сигналам, как минимум. И то, что я назвал Real Modular Synth Action – это когда вы сами собираете свой синтезатор. Я думаю, что именно в этом и есть смысл модульного синтезатора, потому что именно вы формируете, как музыкант, как какая-то антистичная личность, именно сами формируете тот инструмент, который вам нужен. В этом и прелесть. Но это тематика отдельной лекции, которая, кстати, была и называлась «Начало», и она представлена на YouTube-канале Modular.ua. Возьмем для сравнения, для готовых Евро-REC систем есть какое-то количество готовых систем, которые можно купить. Однако, сейчас просто посмотрим, сколько это стоит, чтобы сразу расстроиться и перейти к нормальным каким-то вещам. Сочувствующим. Да, да, да. Сочувствующим, все верно. Вот, например, Dolphyr A100. На самом деле, такая система, она не единственная. Там их довольно много различных конфигураций. Все, естественно, зависит от модулей, которые представлены в системе. Есть диапазон цен, то есть это 1200 до 2200 евро за систему. Конечно, может быть, системы могут, ваша конкретная система, может потом расти, стоит гораздо больше денег. Возможно, это неплохой баланс с точки зрения цена-качества за один раз, но все-таки интереснее построить систему самому, при этом не инвестируя сразу большое количество денег, а инвестируя только часть. Поэтому, ну, это неплохой вариант. Некоторые люди так и делают, однако же, существуют другие опции. Вот, одна из таких, один из таких дальнейших примеров готовых систем, это Make Noise Systems. Система Make Noise. Это производитель еврорек-модулей, и уже теперь не только еврорек-модулей. Такая вот красивая, очень черная, золотистая система. Включает в себя невероятное количество очень интересных модулей. Мы на них не будем останавливаться, просто для того, чтобы рисовать картину стоимости. Если это порядка 2000-4500 долларов за систему, тоже, как бы, такой неплохой инвестмент, если сравнить с синтезаторами с фиксированной архитектурой. Тем не менее, это тоже неплохая опция, однако в данной лекции это не наш вариант. Полумодульные синтезаторы. Это вот то, что в вопросах по поводу, как начать, сразу же фигурирует первым же пунктом. Полумодульный синтезатор, в принципе, как вот здесь, MS-20, это синтезатор, который содержит в себе характеристики как фиксированной архитектуры, так и какие-то возможности изменения архитектуры самого синтезатора. То есть изменение, какой-то патчин, дополнительный матрица модуляции, дискретность модулей и так далее. Самый же первый вопрос, который всегда спрашивают, это хорошо ли Mood Mother 32 покупать для того, чтобы начать свою модульную систему? Ну, да, неплохой вариант, однако вот есть как плюсы, так и минусы. Значит, плюсы, это цена. Естественно, цена 600 долларов за хоть и одноголосный, но все же Mood синтезатор, и фильтр, и все запутствующие вещи довольно неплохо. Плюс, у него есть секвенсер, есть выносная матрица модулирования, которую можно использовать для модуляции различных параметров, и он встраивается в EURREP. Также есть MIDI-конвертер. То есть, сам по себе, это уже готовый синтезатор. Но, если в дальнейшем вам будете заинтересованы в том, чтобы продвигаться в степь EURREP модульных систем, эта система легко встраивается в любую EURREP-систему, даже крепления подходят, все хорошо. Единственное, что это довольно-таки дебатируемый пункт, это звучание MUGA. Есть небольшой такой хайп, MUG-хайп, что вот люди к звуку MUGA относятся особенным образом. Мне кажется, в контексте модульных синтезаторов это несколько ограничивает спектр применения. Но, тем не менее, кому-то, если нравится звук MUGA, то это, конечно же, хорошо с этого начать. При этом они дальше хотят, эти люди, заниматься модульными синтезаторами. Второй полумодульный синтезатор, который я хотел бы отметить, это Make Noise Zero Cost. Существует два разных подхода к синтезу West Coast и East Coast. Это все соотносится с более историческим контекстом, откуда пошел синтез, бухло, MUG, и как создается звук. Мы сейчас в это не будем пропунаться, потому что это довольно глубокая тема сама по себе. Однако же, этот вот синтезатор, который представлен здесь, он не содержит фильтра как такового, потому что имеет другую небольшую концепцию звукообразования. Однако же, с точки зрения тембра и функциональности, он очень интересен, как и его цена. Поэтому я занес цену и уникальный тракт прямо в позитивный момент этого синтезатора. Также он содержит ниди, также он содержит рандом, в отличие от генератора шума и рандом генератора содержит в себе, что MUG MAD32, например, не содержал. Есть, конечно же, недостатки, и есть крупные недостатки. Первый недостаток, что это не EUROREC. Он гораздо выше по высоте, и это скорее отдельный синтезатор. Хотя все внутри уровни, все EUROREC и все компании были с EUROREC-системами, однако же это отдельный синтезатор. Это плохо, но это не отменяет его уникальность, интересность звучания. Характер звучания я отнес как к плюсам, так и минусам, потому что он довольно уникальный. То есть это должно быть применимо к тому творчеству, к той музыке, которая вы делаете. Но, тем не менее, это довольно интересный. Звук довольно интересный, в отличие от MUG, прошу прощения, который уже много где используется. Roland System 1. Это относительно недавняя разработка Roland. Это из той же системы, из той же серии, как вот здесь представлены синтезаторы M1 и TB3, только в EUROREC-формате. Конечно, это неплохой вариант, учитывая его стоимость. Это, конечно же, плюс. Есть два осциллятора, сразу расширяет, сильно расширяет диапазон использования. Есть MIDI и есть эффекты. Качество эффектов Roland, каждое место по-разному. Мне, например, это, может быть, не совсем достаточные для меня. Но, anyway, они есть. И это, например, в лайфе использование, это очень незаменимая штука. Его недостатки, то, что он цифровой. Кстати, это может быть и не недостаток, поэтому как цифровой, не цифровой, это уже сугубо личный выбор, основанный на каких-то характеристиках звучания. И цветовая гамма. Ну, это просто уже на личное, прошу прощения, цветовая гамма. Я в темной комнате не могу с этим синтезатором сидеть. Это просто на личное мнение. Значит, Bitsburg System 10.1. Недавно они выпустили, ну, на самом деле, небольшой ряд этих систем. Они довольно недорогие, звучат конвенционально. Включают в себя как раз одноголосный синтезатор, MIDI, небольшой микшер и специальный модуль для того, чтобы вывести сигнал из модулярного уровня в линейный уровень. То есть, как бы, сам по себе, это тоже маленький моносинтезатор. Это его стоимость, как раз, примерно 500 долларов. Естественно, есть какие-то недостатки, есть какие-то достоинства. Цена, конечно же, такой очевидный, очевидное достоинство. 500 долларов. Я считаю, что для синтезатор довольно неплохо. Он тоже является Eurorack-модулем. То есть, по сути, эти все модули, отдельные модули в этой системе можно достать и поставить в вашу будущую Eurorack-систему, интегрировать с тем, что у вас будет в дальнейшем, или остановиться на этом. То есть, как бы, выбор остается. Существует также MIDI-конвертер. Вы можете конвертировать MIDI в CV-сигналы. И к ненасымкам я бы отнес кейс и питание. Я лично у меня был опыт и начинал с такого маленького кейса, отдельного. Кейс качества исполнения не самого лучшего, не самый удобный, как и питание. Но для начального уровня в готовой системе я вас уверяю, что это более чем достаточно. Более экзотический синтезатор Крафтсверк NFB. Очень интересно. Мне очень нравится линейка фирменных NFB. Как по звучанию, так и по функциональности и балансу цены и качества. В этом синтезаторе аж три аналоговых осциллятора. Он дуофонический, у него есть MIDI. Конечно же, недостатки в том, что это не Еврорек. Но все равно, как и Зерокост, для примера, он интегрируется с Еврорек-системами нормально и просто нормально интегрируется. Достаточно я отнес специфический саунд, потому что мне, например, он нравится, никому-то, может, не нравится, надо просто слушаться. Третий путь, третья опция. первая опция, это была покупка готовой Еврорек-системы, такой большой, дорогой, если же вам это интересно и нужно. Вторая, вторая, опция была это покупка одного Синт-Бойса, который потом впоследствии можно трансформировать в Еврорек-систему. Во втором пункте мы варьируем порядка 560 долларов для системы. Думаю, что это вполне уменьшим начать. И вот теперь мы начнем новую, третью опцию, это как раз реальное строительство своего первого одноголосного синтезатора. Отдельная была лекция у меня по этому поводу, из чего состоит одноголосный синтезатор. Это осциллятор, это фильтр, или в данном случае low-pass-гейт, это генератор огибающий и MIDI-CV-конвертер. Получается довольно компактно, потом посмотрим, сколько это стоит. Очень широкий диапазон саунда, интересное звучание, конкретно вот в этой композиции. Что такое low-pass-гейт? Low-pass-гейт это такая комбинация фильтра и VCA Vantage Control Amplifier, которая приводит к тому, что фильтр обрезается до нуля, при этом звук пропадает. Не слышно ничего, не слышно звука ссориатра после фильтра. То есть это фильтр, когда он загибается просто до нуля, low-pass-гейт. Базовая такая вещь. с чего начать строить самому начать строить модульный синтезатор. Это, конечно же, с питания. Это просто мое мнение, что с питания, потому как это база для ваших дальнейших модулей и размышлений по поводу еврорека. Обычно я советую использовать Tiptop Happy Ending Kit. Это вот такой кит, который содержит базу рейлы, куда вставлять модули, содержит питание для модулей и все это еще монтируется в обычный 3-урек, который стоит на студии для монтажа синтезаторов или студийного оборудования. Цена очень привлекательная. 159 долларов. Согласно нашего законодательства ее даже, наверное, можно провести беспошлим. Просто с другого я бы не посоветовал начинать, но, тем не менее, есть другие варианты. Минусы здесь, ну, это немножко придираюсь, но минусы здесь питание, потому что я очень много времени провел на питании от Happy Ending Kit и оно оставляет желать выше, когда ваша система растет. Маленькая система это довольно неплохо, но когда система растет, очевидно нужны какие-то другие решения. следующее это Dolfer A100 Cases. Это кейсы, которые используются в системах Dolfer A100. Почему я их упомянул здесь? Это потому, что это, во-первых, классический производитель кейсов, и вообще евро-рек модулей. У него неплохое питание и неплохой баланс цены питания versus цена. Цена порядка 400 долларов за 2 RAW. То есть это два раза больше, TikTok Happy Ending Kit. Неплохое питание, оно стабильное, не шумное. В наших сетях она работает не так стабильно, как в западных сетях, но все равно довольно неплохое. Дальше я хотел бы отметить Intelligial кейсы новые, от меня подносительно недавно выпустили новые кейсы с питанием. Очень хороший момент, чтобы начать и получить такую стильную систему в алюминиевом кейсе с очень неплохим питанием, даже хорошее, я бы сказал, очень хорошее питание и очень такой демократичной цене. Цены начинаются от 200 долларов, учитывая, что питание само по себе может стоить порядка 120 долларов, я считаю, что это хороший баланс цены и качества. К недоставкам я бы отнес наличие здесь небольшого места для маленьких модулей, которые называются 1У. Это персональное предпочтение, я просто не очень пока вовлекся в тему 1У модулей, однако они существуют и возможно неплохо конечно сюда вставлять какие-то output модулей, выходы, дополнительную подсветку, какой-то wavefolder и так далее. Это просто может быть я просто не дошел до этого момента. Дальше пойдут кейсы, которые так или иначе испытывал на своем личном опыте. Это Danger Tech Уфо-12 такой high-end кейс делают ребята из России. Хай-енд компоненты, видно сайдинг здесь очень хороший, ручка из кожи и они используют очень неплохое питание, которое сами сделали. Я это питание тестировал, оно очень чистое, это просто уже high-end питание для любой студии, любое соотношение noise ratio, для этого питания не проблема. Почему? Очень неплохой вариант, однако цена кусается. Причина кроется не только в компонентах, а еще в том, что этот кейс открывающийся и там четыре получается row модулей. Это для больших систем. То есть это я отнес к минусам. Из-за большой системы это хорошо, может быть когда система разрастется, может быть этот кейс будет неплох, но для начала это конечно перебор. MDR modular cases. Это вот у меня есть кейс, который MDR modular. Неплохие кейсы, они довольно легкие. Идут опционально как с питанием, так и без питания, что считаю большим плюсом, потому как ты можешь сам потом выбрать себе питание и коммутацию, которая тебе будет интересна. Так они обладают каким-то таким стилем, тут облегченные компоненты, крышка довольно легкая, из такого что-то напоминающего фанеру, то есть их можно со собой носить вокруг, что я сегодня и делал без особых потерь для здоровья. Да, в принципе я советую, там есть очень большой набор различных вариаций конфигураций, они бывают как большие, так маленькие, travel, студийные и так далее, просто сюда это вместить нельзя было, однако же как сама фирма довольно неплохие кейсы, они делают. Так, тут ну, а также вы можете сделать кейс самостоятельный. Есть разные схемы, такие начиная от Ikea, полочек, которые встраиваются рейлы и заканчивая просто вырезанием из фанеры кейса, изготовлением из металла, вот как Пан недавно сделал неплохой кейс. И конечно же цена будет падать, но естественно вы жертвуете временем на дизайн того, что будете потом использовать и скорее всего пожертвуете время на поиске рейлов. Это опциональный вариант, наверное более углубленного уже изучили. Первая опция Real Modular Synth Action это Synth Voice. Synth Voice это модуль, который в себе заключает уже возможности одноголосного или более синтезатора. Чем это хорошо? Во-первых, это вам дает сразу возможность сразу же играть на вашем модульном синтезаторе. Сразу получив этот модуль вы можете получать звук какой-то. Для начала для того, чтобы разобраться во всех деталях тоже как education полезно. Я предлагаю такие несколько вариантов я просто предложу, которые могут быть будут интересны в плане Synth Voice подхода. Первый это Intelligial Atlantis. Этот модуль сделан как производители утверждают является копией архитектуры синтезатора Roland SH-101. Обладает таким же звуком судя по демкам и собственно обладает массой контролов выходов. В принципе все, что нужно от Synth Voice в модульном мире все это здесь есть. Только есть недостатки такие как цена. немножко кусается это 700 долларов учитывая что тот же самый Mug Mazer 32 стоит 600 долларов. Может быть это просто персональный выбор звучания. Однако с модульной точки зрения это более интересный синтезатор хоть он имеет недостаточное количество входов. Однако довольно много выходов. значит этот Pittsburgh синтезайзер бокс уже фигурировал в системах готовых Pittsburgh это Synth Voice то есть по сути это тоже есть маленький синтезатор многолосный он содержит один осциллятор он содержит VCF ADSR и патч матрицу куда можно какие-то пустить другие сигналы или использовать сигналы генериров модулем из других модулях генериров это неплохая опция учитывая цену и размер потому как с ростом это конечно зависит от подхода к вашей системе и для чего вы будете использовать я например могу сказать что я использую для лайф выступлений но система поэтому для меня размер очень важен и я вот это размер выношу в плюс потому что соотношение существует такое соотношение цены и размера как бы хэпо юнитов здесь он довольно неплохой плохое в этом модуле то что субъективно звучание питтсбурга может быть простовато может быть как-то не всем нравится ну один весел один весел это может быть как плюс так и минус учитывая размер однако же в прошлом например примере там было два весел следующий пример очень такой довольно редкий модуль синтезайзер factory synth machine очень хорошо интересно звучит вот так вот по-немецки звучит если кто-либо любит немецкая техна то это как раз для них в плюсы я бы отнес наличие двух осцилляторов наличие noise генератора то есть генератора ноиза интересное звучание как раз в контексте производителя этого недостаток это то что у него небольшая расширяемость по поводу использования его в системе более зато чем похоже на одиночное использование его как синтезатора и цена цена порядка 600 долларов однако же информация может быть и свежая потому как его довольно сложно найти он очень редкий сейчас по-моему их уже не выпускают пару лет назад их выпускали конечно же классика допфер а111 там существует несколько ревизий я взял пятую ревизию это по-моему на данный момент последняя ревизия наверное самый компактный модуль из всех в этой линейке синтвойс из линейки которая которая является просто одноголосным синтезатором в формате плюсы это классика размер классический дойпфер дойпфер никогда не подведет дойпфер это просто то с чего он все начинался еврорек поэтому я думаю что это неплохой выбор учитывая его невысокую цену однако же для функциональности однако же по сравнению с другими соперниками в этом классе она может быть высоковато тут я согласен значит опция 2 это первая опция самостоятельно создания модульного синтезатора это была синтвойс вторая опция это просто отдельный модуль где генерируется одноголосный где присутствует одноголосный синтезатор просто одноголосный аналог синтезатор вторая опция это то что мы построим его сами используя какие-то базовые модули посмотрим как это отразится на стоимости Здесь я собрал такую маленькую систему, которая была представлена на слайдах раньше Создает она из осциллятора Make Noise STO, Low Pass Gate Make Noise, ATSR от Deupfer и MIDI-CV конвертер от Deupfer Также в цену я включаю специально тип-топ хайп-рендинг хит То есть получается, что данный конечный прайс это уже полностью с пауэром, с питанием, с рейлом и со всем То есть это уже готовые синтезаты, которые можно использовать Ну вот здесь я пытался найти какие-либо возможности для удешевления этого момента Довольно сложно найти, потому что все модули очень популярны и уже проверены временем и опытом многих модулярщиков Модули, о которых сложно найти плохие отзывы Единственное, что можно было бы здесь заменить MIDI-USB конвертер на что-нибудь другое Например, стенд-алон отдельный модуль Kenton Solo MK2 В свое время я так тоже и сделал, в принципе То есть у меня получилась еще более короче система, очень маленькая система Ну, она capable создание очень многогранных и сложных темпов На самом деле Более навороченный вариант Это более классическая схема модульного синтезатора Это осциллятор, фильтр, MIDI, DSR и VCA То есть осциллятор, фильтр, MIDI-CV преобразователь, генератор огибающий и усилитель контролируемый в этаже Я набрал вот из последнего такую вот систему Здесь присутствует Make Noise DPO Это очень навороченный двухосцилляторный осциллятор Со специфическим подходом Однако довольно интересно Что-то похожее У меня здесь есть модуль, который называется TURHOR Он, в принципе, напоминает этот двухосцилляторный модуль То есть дальше это двойной генератор огибающий Intelligial То есть здесь сразу два генератора огибающих Этот модуль я использую Вот он здесь вот находится, собственно Так, учитывая, что осциллятор у нас как бы двуколосный Имеет два осциллятора Сам модуль То можно использовать на отдельных двух огибающих Получить дуофонию такую Допустим Значит, потом фильтр Это новый фильтр Polaris И, я не знаю Лично я пока еще не очень оценил его все возможности и способности Однако же отзывы пока что довольно хорошие Учитывая, что это довольно новый продукт То, в принципе, я уверен, что это можно хорошо использовать Однако, конечно же, можно заменить на другой фильтр Двойной VCA от DOYPFER С переключением Кривизные реакции с линейной на экспоненциальную Двойной зачем? Для того, чтобы, опять же, создавать дуофонический сигнал Или иметь два тракта для монофонических синтезаторов Например, для лайва, как я это обычно делаю Миди-СВ конвертер Тот же самый, просто это другая панель Тот же самый DOYPFER Больше ничего добавить нельзя И просто сбоку стоит модуль питания То есть, все равно будет занимать место И, учитывая стоимость рейлов, питания и всех модулей Получается порядка 1550 долларов Довольно солидно Однако, эта система уже гораздо более изощрена в звукогенерации, чем предыдущей Значит, на этом мои изыскания заканчиваются Хочу сказать, что, в принципе, модульный синтезатор Это индивидуальный подход, с чего я начинаю Вы должны сами для себя выяснить Что вам нужно в этой системе И как она будет дальше продвигаться Есть для этого сайты, такие как ModularGrid Или Moff Wigler для обсуждения Есть также группа в Facebook И наша ModularUA В которой, если вам нужно будет сходить Задавайте вопросы У нас там очень много людей Которые понимают, что происходит И помогут вам в любой концепции Сейчас, если есть вопросы Пожалуйста, задавайте Если нет, то мы попробуем сделать Одноголосный синтезатор Из того, что у меня есть Молодцы Памятниц Памят русский Памятница Западная Памятница 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok